Все, что рассказывал до этого, это так называемое юнитетестирование. То есть мы берем какой-то модуль из нашей программы, модуль нашего функционала и тестирование. То есть юнитетестирование. Постепенно, ну, с развитием методологии, все развивается. Развиваются языки, развиваются методологи, развиваются какие-то менеджменты, какие-то штуки. И из ТДД постепенно выросла другая методология разработки, называемая ПДД. ПДД – это Behavioral Driving Development. То есть если в первом случае это была разработка, управляемая тестами, направляемая тестами, то в втором случае это разработка, направляемая поведением. В чем суть? То есть, как правило, то, как работает приложение, описывает мне разработчик, я описываю заказчик, либо какой-то представитель заказчика, который говорит, что мне нужно приложение, которое в одной этой страничке будет баннер. Вот когда я кликаю на эту штучку, она открывает страничку, на которой будет моя фотография. Когда я кликаю на мою фотографию, открывается она в полный экран, ее нельзя закрыть. Он написал поведение. Ну, как это реализовывается, ему это не важно. И это правильно. Он за это платит деньги, чтобы вы реализовали. Поведение описывать проще, ну, то есть натуральным языком. Английским, русским, не суть. Важно просто натуральным языком. И тот тест-кейс, который мы видели, совмещенный шудо и, ну, шудо заимплеменченный в мини-тест, очень близко, ну, то есть это не близко, это уже есть реализация частично BDD. То есть мы видим текст, контекст и текст, что он должен делать. То есть натуральным языком у нас описывается функционал нашего приложения. Более того, само поведение часто описывают привычки, которые вообще не связаны технически. Им не важно на каком языке. На Ruby, на C-sharp. И в тест-кейсе, скажу вам, просто я не готовил отдельный пример, но, допустим... Ну, допустим, вот, просто пример. Вот описание фичи, да, то есть у нас есть просто описание того, что должно делать приложение на натуральном языке. То есть у нас есть регистрированный пользователь, мы хотим, чтобы он мог редактировать, что там происходит. То есть просто вам присылают такую вот портянку описания поведения приложения. Для того, чтобы было проще работать по данной методологии, соответственно, должны появиться инструменты. Их появилось, ну, по сравнению с ним появилось много. Де-факто стандарты для этого являются, опять же, шудо, но шудо не является отдельным фреймворком. Это просто такое дополнение, которое позволяет писать, будь то мини-тесты, будь то какие-то другие фреймворки. Де-факто для тестирования, для функционального тестирования используется R-Spec. R-Spec – это такой большой фреймворк со своим DSL, который позволяет писать красивые функциональные тесты. Для каких-то таких интеграционных поведенческих тестов, как, например, то, что я показывал после описания сценария и потом уже проверка этого сценария, используется другой фреймворк у Cumber, но про Cumber будем рассказывать, когда уже будем непосредственно работать с рельсами в приложении. Сейчас рассмотрим один из самых, наверное, часто используемых фреймворков для Ruby – R-Spec. R-Spec – это, как я сказал, фреймворк со своим DSL, с набором какого-то языка. Как правило, если у нас мини-тесты лежат в папочке «Тест», то тесты, написанные с использованием R-Spec, будут лежать в папочке «Спек». То есть, как мы видим, у нас здесь есть один тест, написанный на «Спеке». Это я что-то проверял. Ну, то есть, это же не заморачиваться. В чем сразу мы видим отличия? Как пишет R-Spec? То есть, если у нас там было название класса, который наследовался от мини-тест-юнит, то здесь мы видим другая декларация. У нас идет R-Spec, describe и что-то, что мы описываем. Здесь может быть стринг, здесь может быть какой-то текст, ну, как правило, берем класс, ну, то есть, калькулятор, чтобы просто ссылаться в контексте класса. Ну, как правило, мы берем просто класс, а мы описываем калькулятор. И дальше идут сами тесты. Опять же, здесь используется часто слово describe, просто для наглядности. То есть, describe – это наш тест. Мы описываем какой-то функционал. Синоним для describe – это контекст. То есть, они одинаковые, зависим. Их нужно использовать в зависимости от положения. Если, допустим, более синтаксически правильно, ну, не синтаксически, ну, то есть, по языку более правильно, допустим. Контекст – это какой-то контекст. То есть, мы там описываем калькулятор, допустим. Контекст – залогины пользователя, контекст – не залогины пользователя. И уже внутри этих контекстов мы описываем, вот, допустим, даже тот же метод, ну, допустим, наш калькулятор по-разному ведет для залогинных пользователей, или не для залогинных. Тут мы делаем контекст logit user, внутри него описываем метод там. Add, Supreme и что-то еще. И такие же тестирования проводят для низологии. У нас отличает поведение. Context.Describe – это синонимы. В респеке. Потом идет текст, который описывает... Один из таких best practices, когда мы описываем какой-то метод. Ну, то есть, здесь может быть какой-то... Опять же, просто текст. Unleash. Если это такое функциональное тестирование, вы тестируете какой-то метод класса, то, как правило, называют, если это instance-метод, ставят такой хэш. Instance-метод. Если это классовый метод, то есть, там, там, describe. Лучше describe оставить, потому что он более-более презентабельный. Describe. То есть, мы описываем describe, и мы ожидаем, что мы в этом тесте будем тестировать классовый метод add. Это не обязательно, это просто такой best practice, как писать. Следующее изменение, которое ему важно, идем. То есть, в данном случае, вот, когда мы объявили describe калькулятор, то есть, мы уже определили scope, определили объект, на котором будем тестировать. В данном случае, это класс калькулятор. и, ну, точнее, это, то есть, мы им, и, опять же, очень похоже просто на натуральный английский язык, то есть, метод id, которому мы передаем текстовое описание, и блок, в котором содержится непосредственно код теста. код теста уже не содержит ассертов. опять же, очень сильно отличается, вот, в RSpec очень сильно отличается, просто, большинство проектов, там, которые, если вам будет работать, они, много, написанные с помощью RSpec, два, и, там, разные версии, 2.5, и так далее. Сейчас появилась версия 3, ну, 3 более минорные версии, и значительно изменился синтаксис. То есть, если раньше тоже использовали слово SHOULD, и, допустим, этот тест был бы в версии, для RSpec версии 2 какой-нибудь, выглядел бы что-нибудь а-ля ADD используем метод SHOULD, как параметры мы передаем метод EQUAL и 3. То есть, немножко другой синтаксис, но тоже использовалось SHOULD, и, там, много там было условных методов, но было SHOULD. Начиная с версии 3, используем так называемые EXPECTATION. То есть, мы декларируем в метод EXPECT, мы передаем тот объект, состояние, точнее, состояние, которое нужно проверить, то есть, EXPECT, и в нашем случае это результат сложения 1 и 2. И мы ожидаем, ну, то есть, просто по-английски будет EXPECT 2 EQUAL 3. Все, ну, то есть, это более наглядно, это более удобно. ну, как бы, это, в таком маленьком примере, может быть, это не очень очевидно, потому что класс маленький, методы, опять же, маленькие, но, поверьте, когда пишется для больших тестов, ну, писать нюни-тесты, нюни-тесты с асертами, ну, просто будет дольше и не так удобно. Написать RSpec, он будет просто выглядеть красиво, потому что в RSpec очень много методов, которые помогают это делать. Это основная концепция, то, что мы делаем в describe, describe чего-то, внутри сами тесты это id и описание того, что оно должно быть, и внутри it мы делаем expectation. Если мы оперируем на каком-то определенном состоянии, допустим, для всех тестов у нас будет какое-то состояние, мы это определяем через метод specify и передаем блок specify, то есть specify мы можем определить, допустим, опулятором view. и теперь мы оперируем, ну то есть мы объявили, теперь у всех тестов мы можем ожидать, что объект, который мы оперируем, он определен, и там используется метод expected is вызывается на объекте, который мы определили в specify. Specify, синонимы id, что-то там еще было, а, example и example. чаще всего используются id и specify. Кроме того, respec позволяет, ну то есть я все, что есть в respec, я не расскажу, просто скажу какие-то такие основные штуки, которые более-чаще всего используются. respec позволяет написать так называемый share-read example. то есть мы делаем какой-то example. Ну, циклеуатором плохой пример, но пример привести. Допустим, для юзеров, для админов и так далее, мы запускаем какой-то базовый набор тестов. То, что он может залогиниться, он должен вывести имя и так далее. Чтобы не повторять код, который там будет вызывать метод name, вызывать метод из админ и так далее, мы пишем один example, share-read example, и потом делаем просто там в своем самом тесте уже делаем include example и название этого example. Опять же, чтобы уменьшить повторение повторения в ходе. А вообще, как запускается RSpec? что будет у нас? Далил сом тест. Далил сом тест. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Все. Все. Чего? Это у нас калькулятор. Ну да. Вот. Вот, то есть, просто rspec запускается командой rspec и название теста, метод теста, который для него необходим. Здесь я, опять же, сделал include папки, просто чтобы сделать, ну, добавить папку lib в паз, который он загружается. Ну, в реале, конечно, запускать, опять же, отдельно тест для rspec так никто не делает. Правило использует так называемый спек хелпер. Спек хелпер – это просто какой-то инициализатор, который описывает состояние и конфиг для rspec, которому нужен. Там огромное количество параметров, как его настроить. Просто, ну, в нашем, ну, в моем случае, там, я просто сделал загрузку всего, что там, ну, в данном случае нам нужна только третья строчка, которая загружает, ну, require все все файлики, которые есть в либе. Мы могли бы сделать вместо и… такую штуку… Ну, в общем, если бы мы сделали бы вызов аргументы requireSpecHelper, то у нас точно так же сработало, потому что он включает спек хелпер, который, в свою очередь, инклюзит все, что нам необходимо и, в принципе, на этот rspec. Но чаще, помимо самого спек хелпера, мы используем так называемый инициализатор .rspec, который лежит в корне для многого другого. То есть, там, для каких-то там башей, для rvm-ов, .rspec она инициализирует. То есть, это те параметры, которые будут передаваться при запуске команды rspec. То есть, в этом случае мы передаем ему три аргумента. requireSpecHelper, color и форматирование какое-то. то есть, если просто запускать, оно запускается. Если мы добавим color, у нас вызывается аргумент, который подсвечивает наш progress bar. Если, опять же, форматов много, один из форматов doc, мы видим, что наш тест показывает документируемое состояние. То есть, все то, что мы писали, scope, контекст, который наш, то, что мы описываем в калькулятор. Опять же, внутренний контекст. Вообще, контексты могут быть сложены. То есть, мы делаем один контекст, внутри контексты, еще один контекст, в зависимости от того, как мы описываем. И сами тесты. Опять же, мы описываем это в IT. Гораздо более презентабельно, гораздо больше методов и возможностей для написания тестов. Для всего, ну, то есть, все это хорошо, когда уже начинаешь на практике реализовывать и писать тесты с помощью успеха, читать доки и смотреть, как сделать. Потому что то, что я расскажу, оно, конечно, осядет очень мало. Но, просто хотя бы будет знать, что есть какие-то основные концепции, что есть describe, контекст и как запускается. То, что можно сделать в файле .rspec, в котором сделать аргументы. Написать spec helper, который инициализирует. Второй основной модуль, который используется в rspec, это rspec expectation. Expectation, это как раз таки метод, ну, в нем описываются те экспекты, ну, которые используются внутри теста. Здесь просто взятые, здесь просто скопировал примеры из документации арштека. То есть, запускать их не запущу, потому что у меня нет специальных классов. Я просто буду идти и рассказывать примерно, что это такое и на что оно влияет. то есть, допустим, смотрите, у нас более сложный пример. То есть, мы описываем какой-то класс заказ, и по функционалу мы должны знать, что сумма цен всех штук, которые у нас есть в нашей корзине, то есть, мы проверяем сумму вещей, которые в корзине. Делаем какую-то индивидуализацию, индивидуализируем заказ, добавляем в него запись, добавляем еще запись. И вот этот базовый экспект, который я показывал, то есть, экспект, то состояние, которое мы проверяем, метод to и с чем мы его сравниваем. Самый базовый, там, equal, опять же. Кроме equal, мы можем сравнивать, ну, есть такой метод B. B и какой-то метод, там, сравнение, больше, меньше, с ожидаемым вариантом. Очень часто используем much, то есть, regexp. То есть, мы проверяем то, что нам результат метода сравниваем с каким-то regexp. Для этого использовать, там, expect too much. Методы, которые, как правило, начинаются с B, они вызывают следующим образом. На объекте, который мы проверяем, на actually, вызывается метод со знаком вопроса, который идет после B. То есть, у нас что-то вызовется для этого отдельно описанный метод. Вообще, вот, допустим, B, A. То есть, мы вызываем на actual is a вопрос. Он конвертирует, как правило, просто название метода на знак вопроса. Метод, который начинается с B подчеркивания. Проверка на какие-то булиновские значения, соответственно, правда, false. Опять же, там, есть, как бы, правда у нас же не только исключительно только true состояние. Если у нас вообще просто не пустое значение и не false, тогда это, там, правдивый. Либо просто полностью соответствует true. то есть... Можем по-пожидать, что кусок кода, который мы вызываем, выкинуть какой-то exception. Причем проверять просто exception, какого-то класса exception, exception с текстом. Проверять блоки какие-то. Вот то, что я рассказывал, предикаты. Когда, когда у нас есть, называем, ну, expect, to и be какой-то метод, он вызывает метод с знаковым вопросом на данном объекте, который мы тестируем. И, соответственно, метод have подчеркивание названия метода вызывает метод has на вопрос. Если тестируем рейнджи, ну, можно проверить, что входит в этот рейндж. Работа с коллекциями, там, включает, начинается и так далее. То есть, этих exception много, просто по документации смотреть, что вам нужно на данный момент. И проверяем, ну, там, смотрите этот метод. Вообще, вот, как вот в этом примере, вот здесь ниже, все exception можно не просто там, одну exception, можно сделать compound. то есть, вот, видите, есть метод the end or. То есть, можно объединить несколько expectation в один. Допустим, не просто проверить, что мы взяли результат, сначала сделали expect to start with, потом на второй строчке expect to end with. Можно объединить в одну строчку, опять же, очень близко к натуральному языку получается строчка. Это expectation. и третьим таким важным модулем, который входит в rspec, является rspec mock. Вообще, само понятие mock и mock of, double of, stub of. очень часто, когда мы тестируем и тестируем взаимодействие некоторых объектов, классов, особенно, если это какие-то внешние объекты, классы, мы, ну, не так, ну, то есть, мы тестируем состояние какого-то, нашего элемента кода, нам неважно его взаимодействие, но при этом нам неважно, что вернет тот объект, с которым мы взаимодействуем. И вообще, там, не обязательно иметь даже полностью интенсированный этот объект. Для этого делают так называемые mock подмены. То есть, mock это не неполноценный инстанс того, ну, класса там, с которым мы двигируем, а это такая подмена, fade. Они в разных, опять же, для этого есть разные фреймворки, есть mock стандартные, которые спековские, он использует название double. То есть, мы, когда сделаем double book, то есть, у нас появляется переменная double, нам привязывает такой фейковый объект, который соответствует букву. И у него есть, если мы инстанализируем так, у него есть метод, ну, не метод, это такая endpoint, который называется как метод, то есть, и вот, когда мы называем метод pages, он нам всегда будет возвращать 250. И нам просто нужно, чтобы вот он что-то возвращал. Видимо, он так называемый mock стабы, в свою очередь, это такая подмена методов. Ну, этот чат делается, допустим, часто, вот у вас, вы тестируете, ваш, ваш код взаимодействует, опять же, сделать какой-то запрос, парс, парс, какую-то страницу внешнюю. В самом тесте парса страницы вы не будете, во-первых, это долго, ну, это неправильно, если вы будете на каждый тест запускать, у вас просто забавлен как бот. То есть, вам нужно протестировать, что ваш код работает, но, вы же не можете делать каждый раз, на каждый запуск теста, а что тебе запрос? Вы подменяете, что класс, который вам возвращает страницу, вы делаете там, стаб метода, который он возвращает, и, и в этот стаб вставляете примерно какой-то, какой-нибудь кусок HTML, просто как тест, и уже с ним работаете, ну, проверяете ваш непосредственно код, который работает с возвращенным результатом, а не проверяете HTTP request. то есть, дабы, даблы, стабы, и моки, опять же, наверное, лучше, когда это будет уже на реальных проектах, и, смейте тогда. Пока что просто запомню, что мок, это такой фейковый объект, который можно инициализировать какими-нибудь мессенджерами, которые он может получать. как я сказал, RSpec, это, по сути, де-факто для тестирования, то есть, ну, редко встретишь проект, на котором, если импровизируется тестирование, используется тестирование, и не используется RSpec. В связке с RSpec используется, ну, опять же, есть много стандартных вещей, которые используются, ну, практически всегда. Допустим, уже показывали вот этот гем, есть такой гем, ну, здесь просто, здесь я просто пишу, есть такой гем Faker. Он используется для генерации фейковых данных, причем, он просто генерирует стринги, ну, у него, у него есть много модулей, допустим, модуль, адрес, адрес, и у него там методы есть, city, и он сгенерирует какой-то случайный город, который там, причем будет более-менее логично, то есть, просто возьмет там, рандомно из его словаря, или street, или вам нужно сделать там, есть модуль name, просто для генерации каких-то тестовых данных, которые вам нужно проверить, для вашего приложения, ну, то есть, чтобы самому не писать там, QWERTY ASD в очередной раз, можно использовать Faker, у него много библиотек для основных таких классов, там, адрес, кредитная карточка, урлы какие-то, просто слова, допустим, там, модуль faker lorem, у него есть куча методов, типа, word, words, там, хочу какие-нибудь 9 слов, или, просто хочу предложение, sentence, опять же, если вам нужно сгенерировать какие-то случайные данные для тестов, либо для тестов, либо для приложений, то используется Faker. и еще один такой гем, который очень-очень часто используется, Factory Girl, пишется название гема Factory Girl, то есть, game install Factory Girl, соответственно, в коде у нас используется класс Factory Girl. Что он делает, для чего он служит? Часто нам, ну, просто сейчас мы еще не работали с базой данных, но, нужно создать много тестовых записей базы данных, допустим, нужно создать там 100 юзеров для тестов, или 100 городов, просто писать построчно, ну, даже если цикл писать, просто там, цикл, можно написать цикл. Более удобная штука, описать это как фабрики, то есть, мы описываем какое-то состояние, какое-то состояние объекта, то есть, так называем фабрика. То есть, для какого-то класса, берем фабрику, берем, и описываем в нее атрибут. То есть, здесь статическая фабрика, ну, как бы непонятно зачем, то есть, такую строчку мы можем вставить и вручную, просто там, сделать ActiveRecord, New, Name, такое-то, H, такое-то. Но, Factory Girl позволяет делать больше. Он позволяет делать, сейчас, давайте покажу, опять же, на более живом проекте. Ну, допустим, вот у нас есть фабрика для пользователей, да, и нам, когда мы делаем Factory Girl create consumer, она каждый раз нам будет создавать пользователя с новым именем, и с новым номером телефона. Плюс, она будет привязывать ему случайную роль, там, ну, не случайно, она будет привязывать ему роль пользоваться. Это очень, то есть, это очень упрощает. То есть, мы запускаем, опять же, цикл, создать 100, Factory Girl create consumer, и нам создается 100 разных пользователей. Очень классная штука для тестов. Плюс, есть какие-то sentence, когда мы, там, указываем, что, имейл, как-нибудь сказать, здесь есть. sentence. Вот у нас, допустим, sequence. Допустим, у нас ряд будет sequence, каждый раз он запускается, вставляет новый номер на эту, ну, в этой очередности. То есть, Factory Girl позволяет делать такие классные подмены для ну, то есть, когда нам нужно создать какие-то тестовые данные. что я хотел еще сказать про rspec. Ну, то есть, самый, наверное, статовый endpoint для rspec это, конечно, документация по rspec. Ну, просто сама документация стандарта, которая идет. Там очень много написано, написано примеров, и, ну, на самом деле, хорошая документация. Кроме того, сайтиков много, просто ввести по rspec. один из таких статовый поинтов, которые я вам, ну, я посоветую, есть, давайте напишу, здесь не видно название, сайт называется better, better spec, по-моему, org, да, org, то есть, better spec org. Это, вот, я просто сделал, сохранил ее, это сборник таких небольших best practices по поводу rspec, и плюс очень большое количество ссылок других, то есть, сама страничка одна страничка, но вот мы можем посмотреть какие-то такие best practices, как описывать методы, там, допустим, описывать текстом таким долгим не очень хорошо, то есть, как я говорил, там, для классов методов мы используем точку названия метода, для instance методов используем хэш, название метода, используем контекста, опять же, то, что рассказывал, ну, то есть, можно пройтись, просто посчитать, и даст представление вообще, что такое rspec, как нему днем писать, вот, по поводу, ну, 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 на самом деле, я бы, я бы, я бы, просто такой пример сделал, то есть, это, копия этой странички, вы, дома, когда будет возможность, зайдите на страничку, полистаете, ну, это, ну, это не единственный пример, это просто какой-то сборничка советов, который вот, на данной страничке объединили, почитаете, посмотрите, там, много чего я рассказывал, много чего будет нового, но зато будет понятно, с чего начинать, плюс, здесь очень много ссылок на другие ресурсы, то есть, на документацию, ну, не только на Респект, то есть, то, что используется еще одна, фактор региона, новый МОК, там, фубар, то есть, какие-то скринкасты, связанные с Респектом, ресурсы, которые, просто, это просто такой старт-поинт, с которого можно выйти на какие-то другие ссылки, на другие документации, очень полезно, очень советую, именно, ну, посмотреть начать, ну, если вам нужно начать сейчас заниматься Респектом, то начните с этого, давайте, по поводу лекции, наверное, все, еще я хотел вам показать, так, так, ммм, ммм, это, это не домашка, это просто моя рекомендация, что можно поделать, смотрите, есть такая штука, называется, рубикоанс, вообще, что такое, куан, куан, это, понятие, оно пришло, из дзенбудизма, куан, это такая загадка, которая не имеет решения, то есть, вообще, дзенбудизма, они используют для того, что, чтобы заставить, ум думать, циркулировать, ум не может найти решение, и возвращается к первоначальному состоянию, но в нашем случае, рубикоан, похоже, но немножко другая штука, рубикоан, это, давайте напишем, как это пишется, найдете в нет и скачиваете, это архивчик рубишных файлов, в чем суть, если посмотреть, если посмотреть, то есть, вот такой, архивчик файлов, вы его разархивируете, какую-нибудь папочку, и у вас получается, там есть readme, есть описание правил, кратко, кратко, то есть, есть один исполняемый файлик, путь к просветлению, past to alignment, запускаем его, и он нам все рассказывает, то есть, смотрим, что там прошло не так, во-первых, это очень забавно, он еще прочитает, прочитается текст, мы понимаем, что мы еще далеки до просветления, но надеждать это не стоит, и он нам показывает, там, пожалуйста, помедитируем на следующем кодом, и показывает, в каком файле, и на какой строчке смотреть. Суть всего этого заключается в том, что у вас, примерно по всей структуре Ruby, начиная от самых простых вещей, там, от операторов, через модули, классы, все, что там рассказывали, как строить классы, как работать с массивами, хэшами, какие-то права доступа, есть небольшие, ну, есть набор тестов. То есть, в данном случае, у нас упало что-то, у нас упало about us. То есть, все файлики, это наборы тестов, наборы тестов, которые должны в конечном итоге проходить. здесь. То есть, в данном случае, у нас упало на десятой строчке. Мы видим, что на десятой строчке, там, assert false. И, тут написано в комментариях, что он должен быть true. То есть, чтобы тест проходил дальше, мы меняем его на true. Поменяли на true. Запустили. Уже на один путь ближе. Смотрим дальше. В каких на местах нужно поставить значения? В каких на местах исправить код? Понятное дело, что первые файлики, это самые простые, просто понимают структуру работы. Чем дальше, тем просто там, есть работа с хэшами. Есть, ну и вы, в выполнении таких заданий, вы просто понимаете, какие-то базовые штуки по поводу Ruby. Они совершенно не сложные. Это, ну, примерно, уровень RubyMonks, если заходили на сайт, делали упражнения, только просто локально. Можно скачать, делается локально, без интернета. И, решаются задачки, просто начинает сочетаться немножко, только понимаете, что это базовые штуки Ruby. Если кто-то еще так не дошел до базовой понимания Ruby, то стоит поделать. Наверное, на сегодня это все.